ну что ж ребят всем привет сегодня мы с вами будем говорить про кофеварки мучительная тема на самом деле кто никогда не занимался кофе кто никогда не пил кофе ну или долгое время не пил за это я допустим не пил кофе порядка 15 лет и за это время как мне кажется все довольно далеко ушло от пакетиков снес-кафе все улетела просто куда-то непонятно куда ну что ж ребят давайте начнем я вам расскажу про мои муки выбора я до сих пор не выбрал эту кофемолку но я хочу сказать что на самом деле выбор очевидный но к тему к нему нужно прийти и причин прийти нужно через долгие мучения в частности давайте я вам расскажу как это у меня все проская происходило и расскажу я вам это все за три части небольших поэтому будет интересно надеюсь подписывайтесь на канал начнем итак день 1 друзья мои подумал я сделать подарок отцу своему на день рождения и приобрести кофеварку постольку поскольку я ничего не понимаю вообще в кофеварке в кофеварках и честно говоря и в кофе я начал изучать этот вопрос и первое что мне понравилось это то что выбор огромный и он действительно огромный ведь там есть какие угодно кофеварки я такой оп ну и как вы думаете что я выбрал я выбрал дольче густо фу скажете вы да многие из вас там хотя некоторые скажете ну молодец хороший выбор принципе чё там я выбрал именно дольче густо почему потому что красивая форма пингвинчик можно так сказать очень удобно очень быстро готовится кофе в принципе по отзывам которых тысячи действительно тысячи данных отзывов я все пересмотрел но не все конечно но большинство пересмотрел именно те которые действительно заслуживают внимание и понял что ну очень хорошо пользоваться очень приятно и на самом деле очень удобно этой капсульной машиной почему ну просто мы берем капсулу но и и вкладываем специальное гнездо и нажимаем на кнопочку и вуаля кофе готов я сначала выбрал вот эту дольче густо после чего что-то мне подсказала что кофе там не очень крепкий опять же отзывы ребят отзывы надо много читать отзывов и вы тогда будете понимать кофе машина гораздо больше так вот друзья мои я подумал я уже заказал на пол борисе либо на зоне дольче густо и ну что ж был очень рад а потом такой думаю блин кофе то не крепкий надо перезаказать удалил заказ отменил и благо это было быстро и заказал потом начал смотреть еще 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 и заказал бош тассимо там другие уже капсулы это надо по-другому все ставить но принцип один и тот же нажимаешь на кнопочку и на тебе капучино но я столкнулся с той проблемой что вернее с тем вопросом что очень многие люди очень многие потребители данных данного вида кофейных машин они почему-то пользуются многоразовыми капсулами как так почему оказалось ребят что это очень дорого пользоваться капсульной машиной знаете почему дорого потому что даже если вы заказываете капсулу которая вам обходится в 18 рублей за чашку кофе то есть за капсулу опять же либо на вал варисе ледана озоне вы это покупаете 18 рублей если у вас и не три человека и каждый раз каждый день вы пьете допустим по одной чашке по одной чашке то есть всего три чашки в день точь из чё то за год друзья мои знаете сколько вы потратить 19 тысяч 700 рублей другими словами это практически автоматическая машина в общем я отказался как вы поняли уже от bosch от асиму и согласился на автоматическую машину которая стоит philips которая стоит 25 тысяч рублей но тут я подумал кстати впрочем это другая история уже ребят и про нее я расскажу в следующем выпуске следить удачи